я готов так всем привет аня всем добра алтай семён приветствует брат железов всем здравствуйте добрый день осенка 2 всем добра садоводом привет учителя здоровья альдар здравствуйте бухтияров на месте так леонид наверное следующий раз вы исполните 300 заход на мой на юбилейный будет говеннатор что ты николай здоровья павел сафонов будем жить колесников всем добра свинин привет михаил колес это твои тащи рублей это ты пришел не сомневаюсь если написано михаил с значит твоя работа и не первый раз твои деньги уже у детей вот поэтыщи я как-то обхожусь без коньяка без этого без санатория детям пропадать не даю и вы и вы помогаете спасибо татьяна алтайский край так сергей иванович ворск абрикосов рай у вас абрикосов рай так колитесь все должен знать про абрикосов рай все так сафонов оптимизация а все и так когда сейчас человека не молодой человек далеко не молодой вот тяжелом состоянии лежит в коридоре больницы краевой краевой почек вот это называется оптимизация это значит что закрыли половину этих учреждений такого профиля такого-то вообще профиля вот горькая правда знаете хотите я скажу почему я так отношусь к этому еще я моя шкура это прошла мне надо отдельный фильм создать но вы будете слезами женщина заливаться мужики будут зубами скрипеть и кулаки сжимать и себе рассказал почему я еще жив вот чудом вопреки вот этой самой медицине дикой страшной нищий как сердце выдержало когда без без этого соби за на стезе и резали вырезали с меня куски генелого мяса так оптимизация польга добрый день вечер всем жумова добрый вечер придется пересматривать запись так ну что делать арсен я уже три года как понял главное принципе северного садоводства вырезаю только высохшие ветки кстати если они вам не мешают не вырезайте кто-то считает что они вредят дереву ой это веточки сухие а в них уже бактерии зловредны все они уже зловредны сейчас по ним от сухих веток живую ткань будут внедряться внедряться и живая ткань будет дальше умирать 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 пока все дерево не сдохнет отрежете сдохнет если ему положено не отрежете оставите сухие ветки то же самое будет вот они здесь эта часть дерева дерево лучше вас знает как с ними бороться павел сафонов я не терплю я наслаждаюсь это как сериал железа наставник садовод философа ой какое письмо получил сегодня как там было а я его не успел это это по ватсапу кажется не успела бы сюда перенести вот я засыпаю и просыпаюсь вот с этими с фильмами не сомнение железом она просыпается а с фильмами какое праздник на письмо спасибо а тут еще так сидим с братом буквально два часа назад ты ничего будем делать просмотра будет мало их и так мало чем тут еще есть техническая проблема закрываем лавочку может тоже это здесь сколько достается моему брату будь здоров больше меня и в иных случаях это такой помощник который это польза больше чем от самого меня от него больше больше чем от меня представлять а кто ему за это платит так вот получилось так что думаем гадаем завязываем или нет вот переход на рутуб господи боже нам только рутуба не хватало там где никто ничего не смотрит боже ты мой боже ты мой сидим ничего закрываем и закрывай и вот это письмо приходит я засыпаю просыпаюсь вашими винарами но представлять ладно проехали эльдар артемовский у нас и скотчик сына мазурца номер 4 выросли самые разные вот этот момент вам заметьте я всем но самые разные абрикосы том числе одно дерево со сладчайшими плодами среднего размера каких не купишь ни на рынке не в супермаркетах если удастся равно это буду считать одну из последних задач решена не когда вы размножите вас то часть будет опять папу а сейчас маму а законы андали никто не отменял поняли поэтому у вас будет 2 этап а если вы молодой ильдар и вот у бебов сейчас не знаю молодой вы средних лет или старшее поколение то вы еще одно поколение вырастите а там сладкий будет больше а потом еще одно поколение а там сладкий вы больше хотите повторить байкалова а вот попробуйте жизнь уйдет на это а то буду считать одну из задач решены нет я сразу поправляю сразу в рамки четверть задачи будет решены еще поколение 3 четверти задачи еще поколения 90 процентов а потом случится я и хотите а сейчас тут на вас и ушат холодной воды 5 поколение а потом бах сверхморозная зима и все которые сладкие вас замерзнут или подмерзнут на наступит момент будут пропускать урожай на замерзать уже не будут сладкие понимаете вот ну и что вылил на вас ушат воды а пока два года без плодов о пожалуйста уже уже вы сами на себя ушат вылили 13-20 году пожары дым майское заморозки аномально суровое контрастное начало лета отбор продолжается но главное что руки не опустили средний урал это вы вы знаете что такое урал урал это это вообще это хуже сибири но есть у меня какая-то как качели есть на урале качели и я послушал латинкова за голову схватился я послушал потом еще двоих троих за голову схватился это такие качели а почему урал это здесь смыкается 2 к 2 континента не случайно урал это где сегодня это юг завтра это север послезавтра это восток а еще послезавтра это запад ветер сегодня запада завтра с востока потом с юга потом север это урал и вот на урале возможно если брать у меня есть объективная цифра я когда-то ими гордился и даже с каким-то знаете даже как-то гнул пальцы а у меня холоднее чем на урале на пару градусов средне зимняя температура у меня хоть и себе то есть хоть и южная сибирь хоть и мягкая сибирь относительно но есть причины я рассказывал но на урале вроде теплее но качели больше больше почищает метло и все не морозостойкое понимаете вот так вот я вам объясняю что такое средний урал ольга спасибо сегодня вебинар трассивался отлично ни разу не порывался содержание интересное благодарю ольга да если бы не вы еще таких нескольких я бы точно булавочку закрыл арсен стал применять полученное знание и стало все получаться жале восемь лет верил интернету и старым книгам ой старые книги печатали южане господи как вспомни о Шреддера как вспомни о Гаше как вспомни о Бербанк вот как вспомни о это самое я сегодня не могу это нашего еще одного южного авторитета сейчас скажу все старее а потом еще и этого самого генерала генерала все вот последний дух уже забыл но они чисто южане один кимлянин другой этот самый крымчане ну куда учить то нас то северяне разве можно по их книгам научиться а господа кто и печатал ведь когда печатали их статьи это так удобно взять книгу взять одну отдельную просто главу заморачиваться не надо врать не надо под ней подпись допустим вот шреддер или гаше вот и те же схемы и тот же этот самый штамп длинный длинный до полтора метра и там же искалеченные специально искалеченные корни отрезанный центральный корень вот и печатают эту статью ну коль ты такую статью напечатал дайте слово чтобы статью была лицензия железова и тогда смотришь вроде бы и напечатали вроде бы заполнили место надо же чтобы люди читали надо это и тут же рядом опровождение железово больше некому стать ну нету в стороне больше никого такого такого чуть не виска покрутил но нету вот это интересно единственная газета так две две с этой сибири и фазенды обе красноярские обе сверх популярные сверх но где-то же еще не вся россия я чуть не это когда оказалось что и перед их это все страна читает ну как я напечатал статью допустим в этом позиции на этот ответ приходит с этого белоруссии с той же ну реакция на мою статью а другая приходит смотрят с комбаса третья с питера хотим абрикосы вот но нет бы не 70 тысяч а 700 тысяч 7 миллионов бы но по крайней мере главный редактор напечатал какой-нибудь извините херню давал мне тут же это не не то что я спорил с этой херней а подбирал у него всегда были мои эти 10 20 наперед подбирал ту же тему моими этими рукой напечатали написанной польза была огромная другое дело то поколение в могиле я уже прямо говорю как вспомните времена вот письма эти я сжигал слезы в глазах стояли я учительница последнюю морковку отдала ребенку на уроке потерял осознание от голода и когда это читал я ненавидел все они всюду сволочь говорить фамилии лицами поняли это те самые годы когда учителям по полгода по году не платили зарплату читать такое а со мной делились как близким родным человеком я на всю жизнь принес это значит я не придам ни одного вот если знаю ребенка который голодает он не будет голодать все друзья извините мы с вами закончили до свидания ну попросил вас помочь подарки мне сделать заказать косточки никто не заказал на это нормально вы же одни и те же вы уже давно заказали новичков нет до свидания